Я создал телеграм-канал, вот, получается, с другого аккаунта писал отзывы. Этот канал не блокировали, когда люди жаловались, что их обманули до покупки фальшивых денег? У меня блокировали биржу. Биржу? Да, но там у меня была, получается, биржа. Там у меня вообще деньги не только с мошенницей было, но все деньги, короче, в общем. И вот у меня биржу заблокировали. Скажите, пожалуйста, как называется биржа? Что на этой бирже у вас? Были деньги, когда ее заблокировали, все. То есть верификация была пройдена не на меня. А в какую валюту на этой бирже находились денежные средства и в какой сумме? В рублях, именно мошеннические средства, там около 50 тысяч. А общая сумма на этой бирже? Общая сумма была около 300 тысяч. В чем весь обман заключался? В том, что когда мне люди писали, они хотели заказать фальшивые деньги, они мне высылали, получается, настоящее, там около половины. То есть, грубо говоря, 1000 рублей, 400 рублей стоят. Выслали, допустим, какое-то настоящее деньги, и я их блокировал. Я фальшивые деньги никому не высылал. А какая статистика, например, 10 человек написало, 10 человек вам скинуло денег или как? Понимаете вопрос? Да. 10 человек написало, 2-3 скинули деньги. Скинули деньги, да. Примерная сумма, которую заказывали люди? Средний чек, минималка, 2400. Ваш. Настоящие деньги, ты понимаешь? Настоящих. Нет, а фальшивые деньги? Какое количество фальшивых денег заказывали на 5000, 40%. А, где-то на 5000, да? Где-то на 5000, да. Фальшивых денег? Да. Какие у вас условия были сотрудничать с теми людей, которые вы обманываете? Полная предоплата, частичная предоплата? Ну, а после получения? Они высылают полностью средства и надеялись, что потом получат фальшивые деньги. Но я их после этого блокировал. Скажите, пожалуйста, какое количество, примерно количество людей вы таким образом под продажей фальшивых денег обманули? Около 50-60, наверное. Что вас подвергло вообще заниматься преступной деятельностью? Для меня это было чем-то интересным. Вот. И тем более думал, что в случае с фальшивыми деньгами это будет безнаказанно. Деньшество, которое вы добыли преступным путем, вы на что потратили? Ну, покушать там и так далее. Я купил вещи. Вы понимаете, что совершили преступные действия? Понимаю. Вы раскаиваетесь, что совершили мошеннические действия? Я очень раскаиваюсь. Продолжение следует... Продолжение следует...